Речица весна 2019-го. О таких населенных пунктах говорят. Город, созданный для жизни. Хотя ради справедливости стоит признать, верно такое утверждение не в последнюю очередь благодаря профессиональной работе сотрудников районного отдела внутренних дел. В его истории было много героического и трагичного. В начале мая 1919 года из работников реческой милиции был организован конный отряд под командованием Федора Скорохода для борьбы с белополяками, а также оказание помощи в разгроме банд Петлюры. В неравном бою у деревни Волчья Горан от рук белополяков погибли многие милиционеры. Эта деревня, кстати, существует и сегодня, хотя никаких мемориальных знаков о тех событиях здесь нет. Николай Концевой на службу в милицию пришел в 1965 году на должность постового милиционера. Времена были непростые, молодежь любила похулиганить. О драках в Парке Победы во время устраиваемых там танцев уже слагаются легенды. Едва ли не эпицентром преступной жизни выступал городской рынок, краж было не сосчитать. Однако от ответственности в результате не ушел практически никто. Перед началом интервью Николай Концевой спрашивает сам себя, можно ли сегодня раскрывать некоторые секреты своей оперативной работы, а потом решает, можно. Наш один карманный вор, этот раз был судимый, но я его на свою сторону перетянул, и он говорит, я буду, они меня тоже знают, они только приедут, я буду показывать, кто. Мы взяли его, как говорится, называется, мы его не взяли, наружное наблюдение, и за ним следуем. Только сумму, он впереди, а я замуж, и сзади за ним. У кармана полезу сумку, цап. И так ловили этих карманников, и ой. В этом году ведь все равно исполнится 80. Говорит, что когда проходит мимо здания РОВД, сердце всегда бьется чаще. Все-таки работе в милиции отдана практически половина жизни. Бывало разное, и опасных преступников задерживал, и жизнью рисковал. Хотя, признается, из табельного оружия по людям никогда не стрелял. Чем сегодня особенно гордится. Завязалась драка, побежал один, да. Это еще пустовым милиционером был. Я за ним, а он прыг через забор. Я цап, а он цап. Вот. Он сюда, смотрите, на руку. Ножом, финкой какой-то. И он на вылет. Ну, поймал. За мной следом мотоцикл подъехали, скрутили, привезли. Так что до стрельбы не доходило. Но стрелял лучше всех. В районном музее милиции он внимательно рассматривает архивные фотографии. Практически никого из сослуживцев сегодня уже нет в живых. Он помнит все их имена и фамилии. Они действительно не просто работали. Служили Родине. В конце концов, не зря в 1988 году имя Николая Концевого занесли в Книгу почета Министерства внутренних дел БССР. Я сделал так, что мне на каждой улице, я создал уличный комитет. Вот сейчас там секторы. Проседатель уличного комитета. Назначаем собрание. Я выступлю, расскажу. И вы знаете, такую информацию там получаешь. Всю информацию дает. И я на этих уличных комитетах держал всю связь с населением. Люди меня знали и мне подсказывали. Со старшим участковым Денисом Кавгановым ветеран белорусской милиции не то чтобы очень близко знаком. Однако о таком сотрудники Реческого РОВД хорошо знают. По итогам прошлого года Денис стал лучшим участковым инспектором Гомельской области. На этой должности офицер уже почти 8 лет. Три последние из которых работают на территории Озерчинского селесполкома. Сегодня у него очередная встреча с председателем Еленой Гопота. Одна из местных жительниц ушла в запой и не вышла на работу. Двое соседей не поделили земельные участки. Жители Речицы стали привозить и выбрасывать на территорию Совета домашних животных. По всем вопросам необходимо принимать меры. Группа Рыська это бывшие осужденные, склонные к употреблению. У нас есть еще такая категория дома, где предоставляется для распития спиртных напитков. И где пожилые граждане проживают со социальными лицами. То есть со своими детьми, которые склонны к употреблению спиртного и не работают. Вот эти категории у нас таких 252 человека. Это именно категорийность участкового инспектора. Вот тоже посещение в вечернее время профилактика. В доме жительницы деревни Озерщина Людмилы Браздецкой участковый Денис Кавганов был несколько дней назад в составе смотровой комиссии. Сегодня он приходит сюда снова. Не потому, что к женщине есть какие-то вопросы. Взаимопонимание с людьми, живущими на твоем участке, пожалуй, главная составляющая успешной работы любого участкового инспектора милиции. Самое главное, да, это общение. Общение с людьми. Правильное умение где-то выбрать тактику, где-то выбрать тон, где-то психологически подойти к человеку правильно. В данной должности работаю 7 лет участком. Были всякие предложения, но пока остаюсь участковым инспектором милиции. Мне данная профессия нравится. Озерщинский сельский дом культуры – последний объект, который в этот день старший участковый инспектор Реческого РОВД Денис Кавганов посещает вместе с нашей съемочной группой. Этот центр местной жизни чрезвычайно востребован среди населения. Проводимые здесь мероприятия посещают люди всех возрастов, а существующие при ДК коллективы выступают не только в пределах Беларуси. Неделю назад в Доме культуры под девизом «За Беларусь» прошел рок-концерт с участием коллективов из Речесы и Гомеля. Участковый инспектор был на нем не просто зрителем. Это учреждение культуры Денис Кавганов вообще посещает часто. Несмотря на молодой возраст, 33 года, здесь к нему обращаются непременно по имени-отчеству. Как, впрочем, и на всем участке. Годы проходят, однако, как и десятилетия назад, сотрудники милиции честно выполняют свой долг. Служение Отечеству и людям – это действительно почетная и благородная миссия. Не на словах, на деле. Что самое главное в этом человеке, что вот нам нравится, он очень такой открытый для диалога. Даже, может, если о чем-то можно не сказать кому-то другому, так, то с ним можно поделиться, ему можно рассказать, с ним можно посоветоваться. И, как бы вам сказать, вот что-то есть такое, что притягивает к себе. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели.